По Крещатику, через Майдан, до арки дружбы народов. Разухабистая толпа пройдет, скандируя хором. Украина хочет мира! В рядах митингующих уверены, сегодня их мирный протест наконец заметят и правительство, и союзники, и ближайшие соседи. Мы за мир, мир в Украине, мир между нашими, между Россией и Украиной. В толпе ни кандидатских декламаций, ни партийных деклараций. Так кто же правит маршем мира? Христианская церковь сегодня объединилась за единство и мир в Украине. Споры о политике и будущем Украины перебивают свидетельства о чудесах Божьего исцеления. Я бывший преступник, наркоман, с большим стажем, только благодаря этой церкви я сегодня жив. Здесь же раздают вот такие листовки с приглашением на проповедь. Марш мира постепенно превращается в крупномасштабную сектантскую вербовку. Это не афишируют массово, но организатором этого марша мира является харизматический лидер, одиозный и скандально известный на Украине пастор Сандей Аделаджи. Сандей Аделаджи на Украине окрестили мошенником от Бога. Тысячи разоренных адептов по всей стране. Разрушенные семьи, суициды. Но почему темнокожий пастор до сих пор на свободе? Самое большое чудо, наверное, это то, что Бог простил мои грехи. Как свою паству он вербует в угоду политикам? Ты не признаешь неверующую власть? Здесь все пропало. Дети ангели тебе не помогут. Сколько стоит его благословление перед выборами? Я буду просить пастора Сандея и других пасторей, чтобы благословили нашу работу, нашей партии. И с кем нигерийская мессия теперь соперничает за покровительство властей? Пусть уходят танки по твоей воле! Пусть уходят военные! Пусть приходит мир! Мунтьян учился у Аделаджи и начинал возле него. Мунтьян пытается занять его место. Революция, военное положение, кризис экономики, паника в обществе. Не нужно быть пророком, чтобы понять. Сейчас на Украине святое время для сектантских миссионеров. По всей стране их тысячи. Харизматы, саентологи, неоязычники-националисты. Они стремительно наращивают армию адептов, превращая паству в послушный электорат, отправляя новобранцев умирать на востоке во славу новоявленных апостолов и языческих богов. В тот день, накануне празднования 20-летия посольства Божьего, здесь собралась духовная элита. Епископы и пасторы всех дочерних церквей из восьми стран. Аделаджи ведет экскурсию по новому зданию. Этот храм темнокожий пастор называет Господним Паласом, в смысле дворцом. Пятизвездочной резиденцией Иисуса. Первой и единственной на Украине божьей обителью класса люкс. Эпатажный пастор пригласит гостей даже в уборную. Аделаджи несколько раз подчеркнет, в храме все получилось так, как он любит, дорого и богато. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание, куда деньги наши идут. Пожертвования на строительство собирали 17 лет. На воскресных проповедях, куда каждую неделю приходило как минимум 5000 человек, и во время общецерковных служений. Кто еще мог бы помочь нам тысячу долларов в течение месяца? Нередко такие мессы превращались в аукцион щедрости. 500 тысяч долларов. Те люди, которые услышали это слово, эти 10 человек, встаньте и выйдите из своих мест. Вы, которых Бог определил сейчас, чтобы пожертвовать на строительство этого здания, 500 тысяч долларов. Вот только денег прихожан и меценатов все равно не хватило на то, чтобы закончить с ремонтом. Не успели здесь, ребята. Подвели нас. Денечки не хватает, да? Да и внешне само здание выглядит совсем не так, как было заявлено в проекте. Но прихожан это не должно удивлять. Ведь усомниться в честности пастора все равно, что перестать верить Богу. Как Иисус Христос в свое время был для учеников, для учеников тем, кто вел. Так вот точно так же в наше время пастор, он всегда и во всем показывает пример человека, который любит. Безусловно, бескорыстно и жертвенно. Правда, по подсчетам бывших адептов посольства Божьего, собранных денег хватило бы на строительство как минимум пяти церквей имени Аделаджа. Когда строительный комитет попал, я в шоке был. Я там ничего, даже проектной документации не был. А он рассказывал, что какой-то француз, что только за этот проект миллион отдали. Ну, бред. Павел Федоров уверовал в Иисуса после того, как увидел по телевизору интервью с Андея. Я был алкозависим. Я считал, что это самая основная проблема у меня в жизни. Восемь лет верой и правдой Павел служил нигерийской мессии. Это интервью он давал на 14-летие церкви. Мы более всего хотим показать, что церковь, она должна быть без стен. Чтобы каждый человек, тот, который называет себя христианином, понимал, что он является посланником Божьим. По настоянию Аделаджи, как посланник Божий, Павел открыл десятки церквей по всей Украине. В Львове, в Мукачеве была церковь, в Ивано-Франковске, в Черновцахе было. То есть везде были. Федоров был личным пресс-секретарем с Андея и пытался оправдать его темные дела Божьим промыслом. Такие люди появляются, ну, не знаю, раз в сто лет точно. Люди, которые влияют на историю, влияют на судьбы страны, города, народа. Павел вспоминает, в конце 90-х, когда количество адептов посольства Божьего приближалось к 10 тысячам, на пороге появились первые политики. Чтобы поддержать на выборах какую-то кандидатуру, участвовать в агитации или еще где-то. Потом уже под это была подведена база, идеологическое учение. Если только мы, ну, верующие, будем поддерживать, только тогда я вижу шанс, что эта патия может пройти. Политики хотят, им надо электорат, им надо организованная толпа. Особенно хорошо заряженная, то есть им не надо платить. Легче же заплатить одному, какому-то пастору. А тебе все за идею. Владимир Петухов исследует историю харизматического движения на Украине с начала 90-х. Неокрепшие политики тогда только пытались разгадать, как духовным лидерам так ловко удается вводить толпу в заблуждение. Приезжали там политики в лимузинах с девочками и вставали в сторонке и смотрели, как они заводят толпу, как они ведут себя, изучали этот, скажем, учебник, аудио-видео-учебник на практике. Вы какие-то конкретные имена не хотите называть поэтическим соображением? А дело в том, что мне нужно перечислить половину Верховной Раты. Вскоре и политикам, и пасторам неопятидесятнических церквей станет понятно – их союз должен стать бартерным. И как только они входят в сферу экономики, необходимо лоббирование интересов. И вот здесь появляются политики. В 2004-м Сандей впервые выводит пасту с крестовым походом на Майдан. В 2006-м прихожане становятся активными агитаторами на выборах мэра Киева. Его преподнесли как мессию. Чернолейский – это тот, через которого моя жизнь станет лучше. Просто, ну, как, не знаю, это буратино, надо стать, чтобы уверовать. Но людей такими сделали. Все посольские силы брошены на то, чтобы к власти пришел помазанник Аделаджи – Леонид Черновецкий, он же Леня Космос. Да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Вот Сандреев запрягал рабов. Ну, вот я помню митинг, участвовал в организации этой митинга, когда вышел Черновецкий и запел там. День молча сменит ночь за твоим окном. Это человек, ну, не здоровый. Реально просто. Накануне выбора в 2010-м Павел Федоров покинет церковь. Вот тогда, когда уже Януковича, как говорится, несли на руках посольство Божье, тогда я ушел. Потому что в этом я участвую категорически. Не согласен. То есть я с бандитами, откровенными бандитами, никогда по пути не пойду. Тогда на политической арене посольство Божье начнет играть по-крупному. Жив Бог! Поэтому, Господь, мы благословим наше новое правительство. Мы благословим и Азарова, и президента Януковича, и Андрея Клуева, и все министры во имя Иисуса. Всю вот эту братью, посольство Божье, туда организовали на карусели. Люди знали, что они едут там делать карусель. Что они будут по открепленным талонам голосовать по нескольку раз. То есть, ну, явная фальсификация. Причем уголовная преследовательность. Голосовать и агитировать – священный долг всех прихожан церкви. Они понимают, в случае победы Януковича у их духовного предводителя появится железное алиби. Потому что он поможет Сандрею закрыть судебные дела. То есть, они готовы были врать. Именно во время правления Януковича две вещи произойдут. Во-первых, экономическое просветание все равно придет. И во-вторых, Бог даст масштаб и простор евангельским церквям. Наталья Богуцкая на этом празднике мира непрошенный гость. Она старается держаться в стороне. Ей стыдно и за этот жовто-блокидный карнавал на показ, и за то, что сама когда-то поклонялась аферисту от Бога. Я тоже увидела красивую картинку, много флагов, много музыки, много радости. И я решила, что это место, может быть, мне подойдет в жизни. Но оказалось все наоборот. Это место привело меня к полному краху. Свою маленькую двушку на левом берегу Днепра Наталья заложила в банк под кредит, который взяла, вдохновившись финансовыми учениями пастора. Учил нас, что мы должны быть, все верующие, должны быть в полноте. Вот как Соломон. Вы должны быть богаты для того, чтобы служить финансами царства Божьим. Аделаджо организовал клуб миллионеров, куда могли вступить бизнесмены с оборотом 50 тысяч долларов. Ту багаж, который Бог знаний дал мне, оно достаточно, чтобы сделать каждого из вас миллионером 10 раз. Прихожанам объяснили, под хорошие проценты деньги можно взять в первом христианском банке, Кингс Кэпитал, к созданию которого Аделаджо тоже приложил руку. Кингс Кэпитал уже рассчитывается несколько, может быть, десятки миллионов долларов за один год. Эта компания настолько нашумела за последний год в нашей церкви, после Украины, чтобы все начали думать, что Кингс Кэпитал начинает развивать посольство позже. Вскоре Кингс Кэпитал обанкротится. 4 тысячи пострадавших, Наталья в их числе. Судебные приставы грозят отобрать квартиру. Это был не только материальный такой, ну как, стресс, это был еще очень моральный стресс. То есть это пошло такое разочарование. Я поняла, что нас просто развели. Я впала в полное отчаяние, то есть я уже не хотела жить. За 9 лет расследования дела Кингс Кэпитал не сдвинулось с мертвой точки. В суде Сандей доказывает, к финансовой пирамиде он не имел никакого отношения. Я не могу проникться в жизнь каждого, чем занимается, как каждый ведет свой бизнес. И какой-то из этих бизнесов называется Кингс Кэпитал, потому что они принимали деньги у людей из церкви и так далее. И кому-то даже, я даже не могу понять, как люди могли даже допустить, что пастор может знать, чем занимается каждый член церкви. И говорят, что значит, это афера. Значит, Сандей раскрутили аферу. Это даже не наглая лошадь. Это просто надо вот так взять, порвать урод там и язык этот вывернуть, чтобы ты не врал, потому что ты людей туда завел. Именно ты, пастор, которому доверяли даже больше, чем Богу. Сандей уверяет, вся история с банком чистой воды провокация. Заказ власть имущих. Тебя обвиняют в том, что ты не сделал. То есть лжи о винении. Притом, ты не можешь ничем защищаться. Когда это лжи о винении, ложь, но популяризирован, распространен на уровне средств и массовой информации власти, правителей. У церкви уже была вражда с партией Тимошенко, с Батьевщиной. Почему? Это враги были. За город Киев дрались. Черновецкий, он противостоял другой кандидатуре, когда были перевыборы, Турчинов. На голосование ставится питание про извильнение. Александр Турчинов уже много лет прихожанин церкви «Слово жизни». Многие религиоведы тоже относят ее к деструктивным сектам. Миром, дорогие братья и сестры, приветствую вас. И Богу, Господа нашего Иисуса Христа. Давайте вместе откроем нашу библию. Турчинов часто посещает служение и проповедует. Мы несовершенные люди, несовершенные. Люди, уродующие себя, уродующие близкие, загрязняющие окружающую среду. Зачем далеко ходить братья и сестры? Войдите в лес возле города, в мусорной куче. И среди твоей неожиданно. Сейчас ведется масштабное строительство храма «Слово жизни». Тоже на деньги прихожан. На стенах нашего храма будут написаны имена людей, которые помогали в строительстве. Спикер парламента Турчинов в числе благодетелей. У нас нет спонсоров. Государство не помогает протестантам. В церкви нет олигархов. Все помогают как могут. Оказывается, многие коллеги политика по Народному фронту его братья по вере. Да, несколько моих коллег, и бывших, и настоящих. Ходят в церковь евангелистов и баптистов. Безусловно, это не тайно. Это Руслан Вулкинчук, Александр Дубовой, депутат прошлого созыва Виктор Уколов, поет в хоре. Виктор Уколов спевает в хоре. По наблюдению религиоведов, сам Турчинов не раз использовал харизматические принципы в своей политической деятельности. То есть эриксонианский гипноз, как он работает с аудиторией, но у Турчинов все-таки немножко не хватает такой вот этой самой харизмы. Он очень скучный человек. Поэтому он пытается какие-то методы повторения, определенные ритмичные фразы, раскачивание, но у него плохо получается. Симоненко повторит брехнюю пропаганду, которую распространяет российские засобы массовой информации, в том числе и на Захид. Это цинично брехня. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда у нас здесь Майдановский переворот произошел, то к власти, как мы знаем, пришли в числе лидеров политических, сектанты реальные, которые исповедуют неправославные ценности, скажем так. Виктор Чернышев – профессор Киевской духовной академии. Руководит информационным центром по работе с пострадавшими от тоталитарных сект. Как они обычно говорят, вы сами пробовали, насколько это восхитительно на секте быть. Как это хорошо. Появление ереси на Украине профессор во многом объясняет разладом внутри православного мира. Когда в 92-м году, тогда митрополит законный предстоятельно Украинской православной церкви Филарет Донисенко, он проиграл выборы московского патриарха, то вот, собственно, он стал раскручивать вот этот национальный маховик. Это раскол. Он уже вырождается в так называемую экклезиологическую ересь. Вот чернота поджоги, и тут вот брызги, то, что потеки. 22 августа неизвестные в масках забросали коктейлями Молотова церковь святых новомучеников и исповедников российских в Николаеве. Здесь вот тоже видно потеки, тут сам крест, то, что он подгорел немножечко, но, слава богу, все целое. Вот. И здесь тоже вот надпись. Те же самые иероглифы перед входом в церковь. Это не наша вера, что-то такое было написано. Этот храм находится в нескольких километрах от церкви святых новомучеников. Здесь те же следы от бутылок с горючей смесью. Пытались бросить в окно, разбить окно, и чтобы попало в храм, и сжечь храм. Попытку поджога сняла камера видеонаблюдения. На заборе перед храмом точно такая же надпись. Секта такая, враждебная секта. Боги видят. В ночь, которую николаевцы назовут Варфоломеевской, огненными красками запылает еще один храм. Если народ поднял руку на храм, на Дом Божий, он будет проклят. Боги видят. Надпись стилизована под славянские руны. Она, кстати, не первая в городе. Такой шрифт обычно используют как раз адепты неоязыческого культа, рунверы. Почему украинские неоязычники вступили на тропу войны с православием? И кто ответит за этот карательный обряд? Об этом чуть позже. СИГНАЛИЗАЦИИ Общежитие для вынужденных переселенцев инициатива фонда «Восток», «Киевпомощь». Общественные организации все той же секты, посольство Божье. Богоугодные дела всегда хорошо работали на социальный имидж церкви. То есть они создают вот эту группу, групповую динамику внутри. И, в принципе, прихожане, которые приходят в церковь, они получают не только духовную поддержку, они еще часто получают и материальную поддержку. Представляете, какая это преданность организации? Ильины тоже приняли Иисуса в своем сердце и стали всей семьей посещать проповеди Сандея. О том, что несколько лет назад тысячи прихожан стали заложниками аферы пастора, Ильины знают. Но выбирать им все равно не приходится. Меня это не смущало, что организация прикреплена к церкви. Дело в том, что государство у нас ни к чему не прикреплено, и, соответственно, от него я получила полный ноль. Это о двойняшки наши, это о вас, это с Олег. Киргиз Салибек с семьей живет этажом выше, в этом же общежитии. После того, как он прослушал курс проповеди посольства Божьего в интернете, принял решение отречься от Аллаха. Понял и саму истину, что действительно все наше спасение через Иисуса Христа будет. И вот так веру поменял. Розызники отвернулись, отказались. Жилье, работа, продукты – всем этим беженцев обеспечивает церковь. Своё будущее Салибек связывает только со служением. Как тебе кажется, какая твоя миссия? Моя миссия? Ну, я думаю, тоже где-то поеду потом в мусульманские страны проповедовать Иисуса Христа. Здесь же, в Доме беженцев, находился штаб подготовки Марша мира – акции в поддержку политики президента Порошенко. Николай, нам нужна ваша помощь. Сколько людей от вас будет? Как вы можете нас пропиарить? Может быть, вы сможете финансово нам как-то помочь? Я только что разговаривала с главой профспилок Украины, и он имеет влияние на 6 тысяч человек. Они неверующие, но именно в этой идее они солидарны с нами. Всех жителей Киева и гостей столицы приглашаем пройти вместе с Маршом мира по улице Крещани. Предполагалось, что послушники Аделаджи приведут на Майдан 20 тысяч человек. Сейчас этот трюк делал. Выводил людей как свою церковь. А там только часть была. Пусть третья часть. Остальные все это в гости. И он их всегда преподносил как свою церковь. На Крещатике в тот день оказалось не больше двух тысяч человек. Едино! Украина едино! Эти же люди, которые сейчас в рупор кричат, мы за мир, они кричали на антимайдане, что мы против Майдана, что мы за Януковича и так далее. Поэтому это просто хамелеоны, которые перекрашиваются постоянно по той политической ситуации, которая сейчас в стране. Людей можно. Просто использовать как товар на политическом рынке постоянно. Проституция в этом деле идеальная вообще бизнеса. Отдал товар, он возвращается и опять никуда не девается. Украина! Украина! Наталья пришла сюда, чтобы предостеречь. От такой церкви нужно бежать, как от греха, подальше. Как говорил сам Сандей, главное конфетку обернуть в красивую обертку. Теперь подумайте, какую конфету вам подсоцить, яда. Здесь же на Майдане во время Марша мира раздают вот такие брошюры. Приглашение на служение чудес от пастора Владимира Мунтяна. На обратной стороне брошюры читаю о некой Светлане, которая после этих проповедей полностью исцелилась от рака крови. Разве такое бывает? Я с этой женщиной даже знакома. У нее действительно был рак крови. У нее руки черные были, она вообще не могла подниматься. И в один момент она вот просто получила слово, что она исцелена, и это действительно так. По чудесному стечению обстоятельств Лидия оказалась прихожанкой пастора Мунтяна. Я желаю вам, пускай вас Бог благословит, и приходите, и получите свое чудо. К Ледовому дворцу, где проходит исцеляющее служение, страждущих сводят автобусами. Чудеса, я думаю, вышли в автопотажах, как говорится, потому что пастор общается с Духом Святым конкретно. Среди прихожан много тех, кому врачи не оставили шансы на спасение. Исцеления были, мы собраняли. Я вставал водой и дали. Да вы что? А вам нужно какое-то количество лекций прослушать, чтобы исцеление полностью пришло? Я отошел от церкви, потому что нельзя отходить. О мой бог, о мой бог! Абонемент на месяц исцеляющих проповедей – 100 долларов. Гарантии – 100%. Каждый день в зале «Аншлаг». Я приказываю сейчас раку уходить прочь. Я повелеваю сейчас болезням гостей. Убирайтесь прочь. Я буду измерять. Арена Киевского дворца спорта, которая вмещает 10 тысяч человек на целый месяц, превратилась в настоящее поле чудес. Каждый день здесь происходит невероятное. Исцеляют от смертельных болезней, снимают трудовые проклятия и изгоняют бесов. Вот только незадача – снимать или фотографировать. Такие чудеса категорически запрещено. Объяснение запрета очень простое. Ведь вибрации, электронных приборов, любых, даже обычного телефона, могут нарушить контакт пастора со Святым Духом. Я разрешаю это проклятие именем Иисуса Христа прямо сейчас. Чудеса обетованные начинаются вот с этого конверта. Десятина, добровольное пожертвование, партнерские. В небесной канцелярии зачтется все. На всех лидеров, во имя Иисуса, на все интернет-домашние группы, пусть тут пробуждение сойдет на каждого из нас. Тысячи людей в зале сливаются в едином религиозном экстате. В твоем присутствии останавливается всякое родовое проклятие. В твоем присутствии останавливается всякое безумие, которое могло идти по роду. Шизофрения, она останавливается. Прямо сейчас присутствие Божие на этом месте. Сила Святого Духа прямо сейчас будет исцелен. Аллилуйя! И даже как-то не верится, что все это происходит здесь и сейчас. На стадионе, где выступали с гастролями Скорпионс и Роллинг Стоунс, где проводили Евровидение и Кубки Мира. В стране, которая так стремится к европейским ценностям. Вся исцеление происходит не только на сцене, но и за сценой. Вот, обратите внимание, за моей спиной прямо сейчас происходит обряд изгнания бесов. Говорят, что делать это могут только специально обученные люди, помазанные пастором Владимиром на исцеление. Единственное желание, которое возникает при виде такого сеанса – немедленно вызвать реанимацию. На одном из этих выступлений женщина попала в транс и билась в конвульсиях. И могло бы это все привести даже и к летальному исходу. Поэтому мы на уровне Горсовета подняли вопрос, чтобы на таких мероприятиях присутствовала специализированная скорая помощь, а именно психиатрическая. Днепропетровск – первая духовная обитель Возрождения. Этот стадион – традиционное место встречи Мунтяна с 20-тысячной паствой. Женщина, у которой опухоль в груди, прямо сейчас, получает исцеление. С левого минута получает полное исцеление. Правозащитнику и журналисту, Яну Щекотурого, одному из первых удалось обойти запрет и снять шокирующие видеокадры исцелений. Вот пастор ходит и возлагает руки, исцеляет кого-то, то всегда около него находятся несколько человек из охраны приближенных. Иногда даже они провоцируют. Это, допустим, падение или это, ну, как вам сказать, психическое расстройство. Все происходящее на стадионе не иначе, как групповым помешательством не назовешь. Был Кашпировский, был Чумак, был Горбовой. Это тоже все были стадионы, масштабные мероприятия, развод по полной программе огромного количества людей. Почему до сих пор люди верят? Почему они приходят на эти стадионы? Люди лишены критического мышления. То есть люди сами не умеют принимать решения. Поэтому им легче переложить этот процесс на кого-то другого. То есть на их пастора. Потому что для того, чтобы думать, принимать решения, это надо прилагать усилия, это надо иметь какую-то базу, да. А у нас люди за последние 20 лет, ну, я бы так сказал, образование резко снизилось. Некоторые даже и книжки читали. В интернете десятки роликов, в которых прихожане Возрождения свидетельствуют об исцелении от смертельных болезней. Вот та самая Светлана. Ее историю из лечения от рака крови мы читали в рекламной листовке церкви. Но вчера быть больной, а сегодня исцелена. Какое это счастье! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальный психолог Василий Усенко смог доказать, такие свидетельства не что иное, как циничный маркетинговый ход. Я, так сказать, через своих коллег проверил несколько фамилий больных адептов, которые, так сказать, утверждали, что они исцелились от рака. Для этого же есть канцер-регистр. В большинстве случаев людей, утверждавших, что они исцелились от рака, в базе не было. Долгое время психолог изучал феномен воздействия таких массовых сеансов исцеления. Он заметил, чувство эйфории после проповеди нередко сменяет маниакально-депрессивный синдром. Мы обнаружили, так сказать, увеличение уровня суицидов. Давайте все поднимем руки сейчас. Господь, мы спасибо тебе говорим, мы благодарим тебя. Пусть будут исцелены люди в инвалидных креслах. Пусть сегодня будут исцелены те, у кого рак неизлечим. Пусть сегодня они получат путевку в жизнь от Святого Духа во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Иван Федоренко – иллюзионист, артист оригинального жанра. Мунтиан он в некотором роде коллега. У меня была программа полностью гипноз. Сновидение по заказу было. То есть я не обижал людей. Для Ивана Александровича Мунтиан как открытая книга. А все, что он делает на сцене, не больше, чем обычный фокус с бытовым гипнозом. Чем больше масштаб, тем легче ему работать. Конечно, они же заражают друг друга. Психоэпидемия, запомните это выражение. Прилюдное изгнание бесов – кульминация каждого выступления Мунтиана. Если он вызывает истерику в одного человека, срабатывает реплекс подражания. Если начинает кричать одна женщина, будет кричать другая. Если падает один, будет падать другой, третий, десятый. Вот он выгоняет как бы дьявола. С чего он решил, что в этой женщине больше дьявола, чем в нем? Я не знаю. Выдал! Выходи! Выходи! Выходи вон! Пострадавшие от секты Возрождения обращаются за помощью к Александру Пилявскому. Он был одним из первых прихожан Мунтиана. Он бывший наркоман, который очень долго и плотно сидел на игле, плюс несколько тюремных сроков. В общем-то мелочевка, но тем не менее они имели место быть. Привычка выражаться на блатной фене еще долго выдавала в пастыре криминального авторитета. Слушайте, вы понимаете меня или нет? В его нормальной практике было собрать лидеров так называемых, обложить их по маме, по папе, ну естественно, без мата, без каких-то этих самых, ну, с цензурными оскорблениями. Мунтиан пророчил Александру быстрый духовный рост и предлагал ради служения бросить учебу в медицинском. Медицина – это уже прошлый век. Мы должны лечить Словом Божьим. У меня, естественно, как у канонического медика в третьем поколении у меня начали гореть глазенки с вопросом, ну, все-таки, как бы, внутривенное вливание Господне сделает. Александр ушел из церкви, когда понял, что глава учебника по психиатрии про гипноз как будто написана по проповеди Мунтиана. Бывший адепт раскрывает главное таинство – божественных исцелений. Если в тебе зародится хоть капля сомнения в том, что ты исцелен, исцеление не произойдет. Ты должен доверять Богу на все сто процентов. Человек ходит и говорит, я исцелен, но на самом деле у него в его карте онкология как стояла, так и стоит. В 2010-м Мунтиан перебрался в Киев, а Деладжа обвинил духовного лидера Возрождения в краже паства. Мунтиан приходил к нему в церковь, там, как бы, проводил какие-то учения. И в итоге где-то в третьей час, если не больше, перешли к Мунтиану. То есть это такой скандал был. Дальше все развивается по уже знакомому сценарию. Теперь пастор Владимир борется за покровительство политиков. Масштабная молитва за Украину и президента Порошенко у здания Киевского горсовета – тому прямое подтверждение. И мы выражаем свою поддержку сегодня нашему правительству. Мы верим сегодня, что Бог будет управлять ими. Уважаемые побратимы, предлагаю вам начать на этом святом для нас месте священный час самопознания. Мужчины в накрахмалиных вышиванках – адепты неоязыческого культа рунверы, родной украинской веры. Каждое воскресенье они молятся в этом парке возле Киева-Печерской лавры. Это символ рунверы, знак дождь Бога, святой трезуб в обрамлении солнечных лучей. Этот символ можно было увидеть на елке. Он висел там в течение всего Майдана. Это место – святыня для каждого, кто верит в дождь Бога. Именно под этим каштаном пророк рунверы Лев Селенко зажег священный огонь. Это святая Днепровская вода. В рунвере мы поклоняемся Днепру. Это для нас священная река. Ни Ордан, ни Амазонка, ни Нил, а Днепр. А это святая земля Триболья. Мы тоже поклоняемся не земле Палестины, а земле Украины. А это мага вера. Если бы по этой книге жили украинцы, то не было бы в мире государства сильнее. На каждом богослужении неоязычников – молитва заржисов. Так в учении называют украинских камикадзе, погибших на Востоке. Много наших. В Азове есть и в правом секторе, и в Нацгвардии, в вооруженных силах Украины. Конечно, мы это поощряем. Украинцы должны туда идти и защищать свою землю от захватчиков. Последователи Льва Селенка выступают за полную замену христианства язычеством. Чужое понимание Бога. Христианская религия – это рабская религия. Это причина того, что в течение многих столетий у нас не было государства. Адептов именно этого культа подозревают в причастности к поджогам храмов в Николаеве. После событий в Одесском доме профсоюзов такие националистические надписи, зашифрованные под руны, начали появляться по всему городу. Переводится «Будь сильным», «Одесса месть». В целях безопасности этот человек просит не показывать его лица и не называть имени. Изучением рунверов он занимается давно и вынужден признать – с начала военных действий на Донбассе их идеология все больше приобретает националистический характер. Это полувоенизированная структура. Так же самое их не раз обвиняли в человеконенавистнической идеологии. В связи с тем, что учение Льва Селенко делает большой акцент на сверхчеловеке. И это сверхчеловек – это, естественно, украинец. Неоязычники не раз были замечены в кровавых событиях Майдана. На дырке-то все выкололи глаза. Как потом оно выяснилось, это были и последователи белого молота, которые относятся к секте «Великий огонь». Рунвера появилась в 1966-м в среде украинской диаспоры. Первая община была зарегистрирована в Чикаго. В создании религиозного течения принимали активное участие Михаил и София Чумаченко – родители жены бывшего президента Украины Екатерины Ющенко. Его дружина Чумаченко – одна из первых исповедников Рунвера. Ее родители серьезно исповедовали Рунверу. Она помогала общине. Но это было негласно. Она говорила, я вам тут тихонько помогу, но вы никому не говорите. Не дай бог подумают, что мы не такие, как христиане. Не дай бог. Украинское движение Рунверов разделилось на несколько общин. Наиболее радикальное находится во Львове. То есть, например, во Львове есть целая сеть Международная федерация боевого ГПК. И это является одновременно и привлеканием молодежи, и с другой стороны сразу место вербовки. Владимир Пилат – создатель федерации боевого ГПК, лидер и основатель львовского движения Рунверы. Я, например, не раб, я воин. Мне легче умереть в бою. У меня такая установка, такая мораль. В своих интервью он часто обращается к мировой истории, в которую Рунвисты, правда, внесли свои коррективы. Этруски основали Италию. 13 племен этрусков. Есть плиточки глиняные, на которых есть письмена на нашем языке, украинском языке. Англичане не могли прочитать, немцы не могли прочитать. А там наш язык – украинский, не московский. Значит, на той территории когда-то были наши люди, наша вера. В клубе боевого ГПК Пилат воспитывает настоящих патриотов. Если возникнет необходимость в патриотах, они в первую очередь будут выходить именно из среды Рунверы, а не из других религий. С подачи Пилата во Львове разработали программу «Курсы религиоведения» с подробной на 78 часов информации от пророка Рунверы Льва Селенко. Я вижу, сколько молодежи сейчас приходят в Рунверу. И даже дети школьного возраста. Они не настолько глупые, чтобы не понять, что есть несостыковка в морали, заповедях, установках. Они видят, как люди чужой веры служили нам. Были это польские агрессоры, татары, московские агрессоры. Общественная организация Рунверов врагов в рай не пускают, помогает бойцам на Востоке. Этот старенький уазик, который пригнали из Карпатского санатория, отправится в стрелковую роту 3-го батальона территориальной обороны. До сегодняшнего дня эта машина возила минеральную воду. Сегодня она готова, чтобы ехать в АТО. В ней можно спать, в ней жить можно. В штабе собирают гуманитарный груз на Донбасс. Это также тактичные жгуты. Жгуты. Это таблетки для очистки воды. Такие вещи, как навигаторы. Купить все необходимое помогают зарубежные общины Рунверы. Пособия по первой помощи мы напечатали благодаря канадской диаспоре. Тут написано, не для продажи. Когда человека мобилизовывают, он не всегда в полной мере осознает, что идет на войну. Василий Иванов наблюдает за жизнью львовской общины Рунверов из Казани. Он первым забил тревогу, когда появилось сообщение о том, что в военкоматах начали вербовать проповедники в вышиванках с символами, олицетворяющими дождь бога. Образ этого бога они используют, чтобы дать украинским солдатам веру в то, что после бесславной гибели на поле боя в загробанном мире они будут благодаря дождь богу иметь, скажем так, хорошую участь. То, что такие акции проходили одновременно в разных регионах Украины, это позволяет сказать, что эта акция носила централизованный характер. И, разумеется, она была согласована с властями Украины, с Министерством обороны. Каждый новобранец, согласно учению Рунверов, должен стремиться стать ржисом. Камикадзе, которому дождь бог дарует бессмертие. До конфликта они считали, что хорошая загробанная участь, она, скажем так, ее получат те адепты секты, которые придерживались этого учения, над которыми определенным образом проводились обряды этой секты. Сейчас же они утверждают, что такую хорошую загробанную участь получат все военнослужащие Украины, вне зависимости от вероисповедания, будь они православные или католики. Слава тебе, да же Божия нас! В том, что учение претерпело изменения, Василий Иванов видит след американских наставников Рунверы, которые финансируют церковь. Любые указания, скажем так, американских лидеров секты, их воспринимают как слово последней инстанции, как правило. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За колонной марширующих адептов посольства Божьего Наталья пройдет весь путь. От Крещатика до памятника дружбы народов. По дороге встретит сестру по несчастью. Свои деньги пенсионерка тоже потеряла в финансовой пирамиде Кинс Кэпитал. Лучше было бы, чтобы этот господин, который прибыл из Нигерии, непонятно с какой целью, далеко не Божьей, чтобы он вернул украинскому народу все украденное. Наталья хоть и заручилась поддержкой бывшей прихожанки, но так и не решилась устроить демарш. Идти одной в наступление против целой сектантской артиллерии страшно. И, в общем-то, как показывает время, совершенно бессмысленно. Украина! 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 Украина!